Музыка 18 марта в день выборов президента России завершился третий этап голосования за общественную Десногорскую территорию для благоустройства в 2018 году. В общем счете наши горожане отдали проекту «Комфортная городская среда» более 32 тысяч голосов. На протяжении двух месяцев на территории города на интернет-площадках проходило голосование по программе федерального формирования комфортной городской среды. И финишным голосованием стало 18 марта 2018 года. На площадках города Десногорска были представлены проекты благоустройства парковых зон Десногорска, которые до этого были рассмотрены на интернет-площадках и было проведено предварительное голосование. 18 числа выставлены были четыре территории. Это территория 2-й микрорайон между 1-м и 2-м микрорайоном парковая зона, это пляж, пляжная зона, это пешеходная зона в 3-м микрорайоне и парковая зона в 4-м микрорайоне между Дворцом молодежи и Доконитрино. В результате голосования с преимуществом выиграла парковая зона между 1-м и 2-м микрорайоном. Очень много было обращений горожан по вопросу, какие виды работ будут производиться на данной территории. И предварительно с руководством администрации и со структурными подразделениями было принято решение, что данную зону мы будем благоустраивать в плиточном покрытии, дополнительные пешеходные дорожки. Пешеходная дорожка в плиточном покрытии, чтобы завершить уже единый комплекс с площадью перед зданием администрации, тоже будет выполнена в плиточном покрытии. Пешеходная дорожка вдоль 26, 27, 28 домов 2-го микрорайона. Электроснабжение будет осуществляться в двух направлениях. Это высокие опоры освещения, мачты освещения, как сейчас они вдоль 26-27 домов. А по самой территории парковой зоны будут партерные опоры освещения с двумя фонарями. В прошлом году были выполнены работы по установке скамеек и урн. Так что в этом году мы до конца доделаем эту парковую зону и будем надеяться, что она окажется зоной большого пребывания нашего населения. Почему? Потому что очень большая проходимость людей между вторым и первым микрорайоном. И как бы давно уже были обращения горожан, что надо приводить в порядок эту зону, освещать ее нормально, чтобы люди могли там хорошо отдыхать, прогуливаться с колясочками. Пожилое население могли дышать свежим воздухом и отдыхать. Все эти четыре зоны в дальнейшем у нас будут проекты реализовываться. В следующем году у нас, судя по результатам голосования, будет реализовываться пешеходная зона в третьем микрорайоне, далее четвертый микрорайон, ну и последним будет пляж реализовываться. То есть у нас в принципе программа формирования кофудно-городской среды рассчитана на определенный промежуток времени. И в этом году у нас уже поступили лимиты на финансирование этих видов работ. Также в программе формирования кофудно-городской среды вторым элементом рассмотрения были дворовые территории. И также по результатам общественных обсуждений и инициативы граждан выбраны три территории. Это второй микрорайон, дом номер один, первый микрорайон, дом номер десять и четвертый микрорайон, дома семь-восемь. На данный момент формируются сметы, утверждаются все виды работ, которые были и заявлены на общественных обсуждениях, и в частных беседах с собственниками многоквартирных этих домов. И вот финишным уже у нас сейчас этапом будет обсуждение с общественным советом, какие именно виды работ будут выполнены на этих территориях. Также хотелось бы отметить, что на этом работа не заканчивается, то есть инициатива граждан все равно продолжает приветствоваться. На следующий год уже есть определенные заявки от собственников многоквартирных домов, но опять-таки это будет идти работа с горожанами в части проработки, в каком порядке нужно все эти обращения осуществлять. То есть не просто это заявка в администрацию или в управляющую организацию, что мы хотим вот это сделать. Там есть определенные несколько шагов, которые нужно выполнить собственникам, именно чтобы их двор вошел в эту программу. То есть работы много, идей много, и исполнение этих идей зависит, конечно, и от нас с вами, как от собственников, но и администрация во всем будет помогать. Следующим этапом после согласования с МЕД будет вопрос формирования технического задания на проведение аукционных работ по выполнению тех работ, которые я перечислила, включены в этот год. Будут объявлены аукционы, размещены на наших площадках, вся информация размещена, поэтому мы приглашаем всех желающих принять активное участие в аукционах. Если администрация будет непосредственный контроль осуществлять за проведением работ в парковой зоне, вот второй, первый микрорайон, то работы, которые будут выполняться на придомовых территориях, это, конечно, контроль, наблюдение со стороны собственников, потому что это наши с вами территории, и как подрядчики их выполнят, виды этих работ, так от этого и будет зависеть в дальнейшем и наше с вами отношение к тому, что выполнили подрядчики, и содержание в нормальном состоянии, ну и в дальнейшем, как пример для других собственников многоквартирных домов в нашем городе, что да, эта программа работает, что да, она достойно выполняется и достойно контролируется нами с вами.